Добрый день! Компания TVService представляет новинку от компании Saramonic Taiwan. Устройство позволяющее расширить возможности записи звука для пользователей DSLR камер с разъемом сходом на разъеме mini jack. Данное устройство это двухканальный аудиомикшер с двумя предусилителями и фантомным питанием. Заглянем, что в коробке. В коробке гарантийный талон, инструкция по применению и собственно само устройство. Также у него находится несколько видов кабелей для соединения с различными устройствами. Кабель на разъеме 4-х пенового mini jack с двумя разъемами рца. Витой кабель mini jack mini jack 3,5 мм. И еще один кабель с разъемом mini jack 3,5 мм на разъем 2,5 мм mini jack. Основные возможности орган управления Saramonic SR-AX104. Устройство выполнено в металлическом корпусе и имеет винт для подсоединения к камере 1,4 дюйма. И также его можно установить на штатив. Имеет два резьбовых отверстия 1,4 дюйма и 3,8 дюйма. На задней панели находятся два экстрелера входа, которые позволяют вам подсоединять конденсаторные микрофоны с фантомным питанием, динамические микрофоны, микшеры, ну и другие любые устройства. Есть два разъема для мониторинга внешних устройств. И также отсек для питания этого устройства, который принимает батарейку крона 9 вольт. По бокам этого устройства есть шлицы для установки через горячий башмак различных устройств. Это могут быть как микрофоны пушки с подвесом, могут быть радиосистемы. То есть устройство позволяет еще навесить на него два устройства дополнительных. При этом разгрузить камеру. В этом устройстве, наверное, самое удобное, может быть, и отличающего от других устройств, это разъем мини-джек 3,5 мм, который позволяет вам подсоединить это устройство при помощи вот такого шнура к вашей дейсоляр-камере, у которой такой же разъем, размерностью 35 мм. Это основной выход этого устройства, на который подается все, что подсоединило к этому микшеру. Этот микшер имеет, то есть, имеет два, две регулировки уровня сигнала входных каналов. То есть, первый канал, он же левый и также правый. Второй канал. Есть разъем AUX, это дополнительный вход, который запараллельен с правым каналом. То есть, при подключении к этому разъему, разъем, то есть, вход правый уже не работает. То есть, микшер двух входовый, больше входов здесь, получается, нет. Также есть регулировка уровня на наушники для мониторинга происходящих событий, звуковых происходящих событий. Есть ЖК-экранчик, на котором отображается, сейчас мы его включим и увидим, что на нем может отображаться. На нем отображаются уровни входных сигналов, задействованы функции автоматической регулировки уровня. И также мы видим, что на нем, а также видим на нем, какой тип сигнала выбран в данный момент. То есть, это моно или стерео. У этого устройства есть возможность работать с различными уровнями сигналами. То есть, high и low. То есть, если у вашего источника сигнала низкий уровень звука, то вы можете его повысить на 20 дБ, переключив этот регулятор положения high. Регуляторы идентичны для левого канала и для правого канала. Есть функция автоматической регулировки уровня входящего сигнала. То есть, при быстро изменяющемся уровне входного сигнала, эта функция позволяет вам отдавать на выход устройство сбалансированный, лимитированный уровень сигнала. Он активизируется тоже при помощи такого регулятора. Дальше есть регулятор моностерео, который вам позволяет входящие источники или писать в монорежиме, или в стерео. То есть, если вы подсоединяете один микрофон или один источник на один из каналов, то вы можете его раздвоить на оба выхода. То есть, подключив сюда один источник, вы можете его раздвоить на левый и на правый. Но это будет псевдо-стерео, естественно. Также есть регулятор, который выбирает тип источника. Это источник с линейным уровнем сигнала, источник с микрофонным уровнем сигнала и также с микрофонным уровнем сигнала, но уже с работающим фантомом. То есть, что очень полезно при работе с конденсаторами и микрофонами, то ли это пушки могут быть, ну и все что угодно. То есть, студийные микрофоны, которые требуют питания от 12 до 48 вольт. Активизируется фантомное питание при помощи переключателя Phantom 1. То есть, у него есть переключатель 12 вольт, можно выбрать, и также 48 и выключить. То есть, при использовании динамических микрофонов Phantom не нужен, поэтому можно его выключить. Также на панельке есть не регуляторы, а переключатели. Или переключатели-указатели, которые показывают пиковый сигнал входящих сигналов. То есть, он может быть или выключен, или включен. То есть, при завышенном уровне индикаторы вам показывают, что уровень устройства перегружается. Есть очень замечательный регулятор, который позволяет вам работать с различными устройствами, которые имеют разные земли. То есть, устройство позволяет вам разрывать, используя две конфигурации работы с землей. Ground 1 позволяет вам разорвать землю между входными источниками сигнала и выходным источником. Ground 2 позволяет вам использовать землю выходного, то есть, источника, который находится на выходе. И также есть, как я уже говорил, на задней панели существует мониторный вход. Вы можете при помощи этого переключателя монитора мониторить устройства, которые непосредственно подключены входам на задней панели. И также вы можете мониторить внешнее устройство, то есть, ту же самую камеру. При работе с камерой вы можете мониторить камеру не через саму камеру, а через это устройство. То есть, переключая или переключатель в положение XLR, при этом вы получите мониторинг этих двух входных каналов. Или переключая в режим RCA, при этом вы получите мониторинг этих входных разъемов. Сегодня мы постарались рассказать об основных возможностях данного устройства, позволяющих подключать источники с XLR-разъемами к вашей XLR-камере. Если у вас возникают вопросы, пишите в комментариях, звоните нам в офис, приходите в наш демо-зал. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и смотрите наши обзоры.